и так всем здравствуйте это курс облачные технологии облачных вычислений и сегодняшняя тема это сервер для сервер лес концепт то есть это вот концепт который предлагается amazon web services в общем то я покажу примерно расскажу как что он под собой подразумевает и больше будет показано на практическом примере как это настраивается как этот подход что он позволяет делать чем он отличается от использования от предоставления сервисов без облачных мощностей а и так сервер след сервер лес подход он вообще вот этот термин предлагается компания amazon поэтому у других провайдеров облачных вычислений у них есть какие-то похожие продукты но они работают немного по-другому то есть вместо вместо привычные связки что у нас есть какое-то наше приложение она использует обращается к серверу базы данных амазона предлагается что наше предложение будет работать через вот так называемый avs лямбда сервис который будет обращаться к amazon elasticcash это сервис от амазона предоставляемые вот эти вот нереализационные базы данных осуществляющий функционал так ну и подробнее вот а эти нереализационные субэдэ они еще также известны как новый сql то есть not only sql баз данных это разновидность субэдэ которых данные хранятся не по логике таблиц что у нас есть таблица некоторые данные из этих таблиц там запросами могут получены из других таблиц а что у нас данные распределены и как-то но организованы по-другому это немножко там есть разные разновидности зависимости от подходов то есть кроме революционных там есть еще другие субэдэ в общем если кратенько то такой подход позволяет некоторых случаях ускорить выдачу запросов данных одним из там основных что это обеспечивает то что у нас вся база вот этих вот данных хранится в оперативной памяти нашего сервера вот из минусов что у нас могут быть там иногда вот один запрос там ну не вот это так называемая неконсистентность данных присутствовать то есть по одному запросу может какие-то данные уже где-то заполнились где-то нет если у нас система распределенная то она может еще до конца несмокранизированной быть и еще вот эти вот но и скель субэдэ преимущество в том что они легко применяются там где у нас нету пока какого-то сразу понимания что там в нашем приложении должно быть то есть там если мы не можем точно сказать какие у нас таблицы поля будут у наших объектов то можно попробовать рассмотреть вариант но и новость в качестве примера будет рассматриваться редис это одна из тех субэда которая относится к типу новый сквель субэда в качестве примера здесь будет приложение упражнения в ходе которого будет создана вот этот ну зарезервирована одна нода на ней будет установлен так называемый вписи и ну дальше это надо будет использоваться там следующих упражнениях так ну давайте попробуем вот по этим слайдом я сейчас пройдусь принципе эти слайды взяты из того же курса юдасти то есть вы можете брать и оттуда но чтобы точно быть уверенным что там все работает я все-таки по шагам выполняет упражнением так сейчас логинина секундочку так 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 ну да Самое сложное. Так, поехали. То есть вначале нам нужно вот эту вот vpc, так, vpc консоль. А что это сервис какой-то. Так, вот какая-то, да, есть vpc консоль. Так, нужно default vpc id скопировать. Так, где у нас здесь description. Так, попробую, может я не туда зашел. Так, долго подключается. Так, все было верно. Так, так, так. Ваши vpc. vpc id. Так, похоже оно. Так, default vpc id отличается от того, что в примере. Ладно. Дальше нужно будет создать Elastic Cache Redis Instance. Elastic Cache Console. Открываю в новой вкладке. Нет, регион, но это как бы по желанию выбрать Redis и Create. Выбираем Redis. Выбираем Create. Так, называем Instance Redis. Так, число реплик 0. А тип ноды должно быть t2 micro. Так, еще надо тянуть. Так, еще надо тянуть. Т2 micro. Так, проверяем. Регион. Создать Redis. Значит реплик. Так. Вроде как все. Так. Здесь еще много других настроек. Так. Так. Ну там не был. Хочешь save. Так. Дальше. Advanced Redis Settings. Name. Это у меня есть. Name. Redis Subnet. Описание. Описание. Radis Subnet. Так. Изменить VPC на Default VPCID. 691. 691. Да. В принципе. Все так. Так. Выбрать. US East 1A как subnet. Думаю это не принципиально. 1A. Так. И прокрутить до бэкапа. И выбрать. Отжать. Выбрать. Энэйбл. Автоматик бэкап. Там-там. Энэйбл. Автоматик бэкап. Отжали. Так. И нажимаем Create. Так. Это мы создали вот этот вот Redis Subnet Instance. Дальше. Следующий шаг. Это вот Lambda Function. Которая нам позволяет запускать вот эти вот наши запросы. Как она там их обрабатывает. Вот она поддержит несколько видов. Несколько вот этих вот языков. Ее можно там тестировать. Есть какие-то у нее инструменты. И также мы пишем код. Можем писать прямо вот где-то там в AWS консольке. Либо есть вариант, что мы загрузим свой пакет. Единственное, что нам нужно будет все зависимые пакеты, которые нашим приложением используются, тоже прикрепить. И вот следующее упражнение. Это Hello Lambda. Что-то в духе Hello World. В этом упражнении создадим эту простую Lambda функцию с нуля. Зададим какой-то вот там обработчик. Lambda function. Так, что у нас здесь? создается. Так, ну пускай создается. Так, Lambda console нужно. Пойдем в Lambda console. Как всегда, сервисы. Lambda. вот это. Так, дальше. Дальше. Еще. Так, вот мы нашли. Создать функцию и выбрать after from scratch. Create function. Create function. Create function. After from scratch. Простой Hello World. Пример. То есть даже так. Так, а он и голуба. Так, называем функцию Hello. Так, в качестве оболочки выбираем Python 3.8. Есть такой. Так, и нажимаем Create function. Собственно, здесь. Так, что-то появилось. Так, появилось у нас Hello. Тут какой-то примерчик. Hello from Lambda. И, в общем, вот этот вот handler. Так, в нашем случае мы будем использовать файл Lambda function.pi. Чтобы вот настраивать наш этот handler. Так, так. Собственно, пока все так же. А можно нажать тест. Там можно что-то сконфибрировать как тест-авент. Что будет во время тестирования проводиться. Так. Значение 1, 2, 3. Так. Создается новый тест. Так. Приедет. Нейм надо задать. Hold test. Наверное. И сохраняем. Так. И после этого нажимаем еще раз тест. Так. Вот тут какие-то результаты. Статус код 200. Hello from Lambda. Вот такой результат. Так. Вот. Да. Смотрим вот этот execution result. Проверяем, что Hello from Lambda присутствует. Так. Едем дальше. Нужно поменять тест Hello. Вот этот вот event. А. Ну поле. Вот там юзер. Сделать. Удастик. Там в примере. Я думаю можете. Вам нравится текст туда закинуть. Так. Юзер. Удастик. Удастик. Ну да. В locion. В пятницу целом разойд 있던 он echo. Удастик. Я��стик. А здесь более пошагово дальше. Так. Мы поменяли user на uaiah7. А. Так. и на строке 7 это уже вот той lambda function вот этому потом поставим хорошо здесь сохраняем идем в наш лямбда функция там где вот боди меняем на вот это так не удивляется что так боди джейсон там там event пишем event верно похоже и нажимаем тест так где-то здесь нужно быть сей в общем деплое теперь место сейф нажимаем тест да у нас выдается периодически все так и следующий шаг это мы собственно закидываем свой пакет с кодом в этот лямбда для этого нам нужно изначально установить на наш компьютер питон третьей версии причем а вот ну собственно я питон уже установил проверяем 3 ну в общем надеюсь работа так собственно нужно нам создать папку на компьютере с именем hello давайте где-нибудь я создам палочку hello и в ней новый файл с именем main.pi да и в этот файл нужно ставить код он неаккуратно скопируется и слайдом открываем файл как вставляем так все отступы слетели так поэтому я возьму с юда сети попробую суды скопировать все нормально сохраняю так и следующий шаг это собственно нам нужно все зависимости которого тут причислены им портрете сюда за темпом джейсон чтобы через пип это менеджер пакет для питона чтобы они все закачались рядышком в общем тут команда готова просто ее выполняем пип 3 а так 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 но скорее всего нужно в эту папку переместиться передачами то они это все даже вот из этой папки зашел вот это все у меня вот здесь так теперь так теперь так итак в папку package давайте посмотрим так так не может создать не может создать а питон так 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 на системе установлен минимум два питона это может быть причиной второй у меня и третий видимо у меня с третьим в этот пип не работает так тогда сейчас секундочку когда я посмотрю новым и а и и и и и и и и тогда потом у меня установлен по умолчанию предложил очень хорошее место, но я не посмотрел он закидывается local programs и но и Хм, 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 хм. Посмотрим поможет ли это, не помогло, может создать процесс, потому что питон экзем, так-так-так-так, да, потому что у меня здесь питон экзем. Пробуем. Так, вроде что-то произошло, смотрим. Идем в папку hellopackage, так, да, redis, есть здесь какие-то пакеты. Так, там-там-там, создаем zip-архив. А, всех удалить в зависимости, cdpackage. Я не знаю, что с командой Windows сейчас работаю, ну давайте попробуем. Да, zip, R9, по-моему такого Windows не умею. Ну нет, я был не прав. Так, да. И добавляем в пункт, что он еще вот этот файлик. Мы питомовский вот архив. Выходим на уровень выше. Все это, конечно, можно было и через графический интерфейс сделать, но так интересней. Так, и у нас в итоге вот мы видим этот zip, в котором у нас питоновский вот этот файлик и вот эти пакеты на репозитории. Так, дальше по слайдам я добавлю, но пока не добавил. Идем сюда. Так, и дальше мы, собственно, будем закидывать наш вот этот архивчик получившийся. Так. Автор файл встречпитан 3.8. За функцию hello. Так, так, секунду. Нам нужно новую лямбда функцию создать. Причем назвать ее так же hello. Так, ну потом в конце почистим их все и ладно. так. Так. Он на собственном что-то использовать. Так, hello. Потом 3.8. давайте тогда эту снесем. Мне кажется, он не даст нам новую создать с таким жизненем. так. After from scratch. Function name hello. Runtime python 3.8. так. И раскрываем permission section. Так, так, так. И меняем ролик, который выполняется по умолчанию. Default execution role. на imconsole. Так. Вот маленькая ссылочка. Так. И где-то слева выбираем роли. Допустим. Создаем новую роль. Похоже мы уже здесь. Так. И выберем тип. Trust. Intensity to lambda. Вот это. Так. И где-то тут. Приотачиваем встроенную в эту политику. AWS. Lambda. VPC. Так. Мотаем вниз. Так. Следуем. Вimmung у нас есть. AWS. Рeanda. Я вас. Вменяк. VPC. Вот она. Так. Там, там, там. Выбрали нас什 What? Так, и называем роль Lambda VPC ROLL Видимо Видимо уже вот здесь Lambda VPC ROLL Окей Так, в описании кидаем Что позволяет Lambda функциям вызывать РВС сервисы А, ну собственно Не надо писать Так, политики должны быть Такие прикрепленные Есть такое, Lambda VPC ROLL Так, дальше выбираем Actions Так, что там нет такого Что там должно быть А Это уже Это уже Как он в лямте дальше Так, здесь роль создали Fusion Code Так, вот Где-то здесь она Это VPC Так, ладно, не суть Возвращаемся В лямбда Аааа Action Dropdown Menu Так Вообще было бы логично тут и выбрать Странно, что здесь Так, так, так Называем ROLL Lambda VPC ROLL И Странно Так, сейчас Секунду я Что если мы ее не назначаем Зачем мы ее делали Танг-танг 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 Видимо было вот так И мы создали Ладно Если не будет работать Присоединим роль Так Создали функцию Где у нас тут Actions Нужно выбрать Так, нет Не здесь В Function Code Здесь В Actions Надо выбрать Upload Zip File И здесь Выбираем Наш Zip File Так Понятно Не работает Такое Нажимаем Upload Выбираем Zip Так Пока Грузится Да Нажимаем Save У меня Долг Грузится Сейф Пока Не появилось В общем Затем Мы нажмем Save И некоторые Настройки Еще сделаем В BFIX Разделе Так В общем-то Вам доступны Давайте Попробуем Так Edit Так В Handler Напишем Main Handler А в общем-то Тут уже Что-то есть Lambda Function Долг И Лучше Так 128 Мегабайт Timeout 3 секунды Так И вот здесь Выбираем Светущую роль и здесь выбирам лямбе пищевую и нажимаем так я думаю да с этим все так здесь пока грузится лезем в редис хост environment переменные в общем окружении это у нас в другой вкладке я закрыл ладно а нет все таки здесь мои vpc тут так стоп сейчас что я подзаблю рыси эластик каш вот она где здесь вот я создавал неплохо выжим а а так уже нет и создадим заново так так редис так реплик ноль так щас давайте я наизусть не помню что там было так 10 так Новый Type T2 Micro Новый Type T2 Micro Новый Type T2 Micro Advanced Settings Redis Subnet имя Redis Subnet описание Redis Subnet IPC ID Так, почему-то уже другой IPC ID Что там делаем? Почему-то поменялся в IPC ID, ладно? Так Так так, scroll down backup и отжать enable automatic backup и создаем Может быть до сих пор не создался тот первый? Вот у меня подозрение, что могло быть Что-то я же не дождался, когда он создастся А он там создается за несколько минут И через какое-то время у меня возможно будет два этих Redis Так Так Это конечно Давайте я подожду Аккаунт создастся Так Так Redis наконец создался и можно зайти и поправить переменное окружение Redis Так То есть нужно Та-та-та-та-та Копировать endpoint button environment variable section Так У меня endpoint это вот это Не знаю, зачем его пока копировать Так этот инвариумент 3 был секшен искать гамда функции кого-то на твоем ли так страницы нету здесь где-нибудь нету в армитуре и был свод иди идите на армитуре бал что нам предлагают редис хост ставить вот этот наш скопированный дых так сохраняем смотрим появилась появилась так теперь коннектим для обдувок elastic кэш этому натворку в секции vpc нажимаем edit где тут у нас vpc вот тут можно там выбираем vpc у нас один так покупал любит дефолт и пищи так это кстати vpc который который первый мне там он потом поменял номер вот у меня 01 б соревновлю да Как-то медленно работает сегодня Амазон. Амазон. А, все, я понял в чем дело. Что у меня в Агайо и в Вирджинии разные. То есть вот этот вот VPC у меня в Вирджинии, а вот это вот в Агайо, то есть надо было за этим еще следить. Так, 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 так. Это у меня в Новой Вирджинии. Redis я создал Агайо. Друг друга они, скорее всего, не знаю, увидят, не увидят, но работают нехорошо. Так, что можно сделать? Все можно сделать. Все переделать в Агайо. Время. Время. Иди, как взял? Время. так сейчас попробуем еще раз кончу и писян увидит у меня столько же все сделано в новой вирджинии что так орлядис у меня на вирджинии созданный тогда я просто снесу тот который у меня был агайо так-так-так-так-так, Delete нод не работает так, actions, delete пам-пам-пам-пам-пам вагаю и ударяю а в новой вирджинии такая вот штука копируем этот endpoint сейчас его нужно будет заменить если у вас проблемы не было вот с этими переключалками то вам это не надо делать меняем на вот такой то у нас был редис хост так, редис хост редис хост крепим выбираем ввпс так через раз как оно работает выбираем подсеть там он 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 так так выбираем выбираем группу по умолчанию сохраняем и сохраняем так 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 только уточню вот environment это мы делали здесь так мы шли в наш функция ты 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 окей так дальше про тестирование открытых лямбда собственно мы ее запустим посмотрим что она выдает нам нужно создать новый тест и вент с 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 до сих пор крутится Ммм Должен быть доступен тест ordo недоступ по-моему у нас lambda function 3 не должно да 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 все верно нас интересует только main так так ну и так и Продолжение следует... 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 выбираем добавить триггер и здесь выбираем а пинки собственно самый верхний и в нем выбираем 1 api и есть он ищите пи открыть security фил и под бабом open не добавляясь как авторизацию сертификации никаких требований открыто и вроде бы все создали какая картинка у нас получилось а если мы нажмем на append.url мы увидим hello message у меня до функции давайте попробуем нажать hello api gateway а вот здесь есть какая-то ссылочка по ней переходим приносит будет в концу если честно так описание выполнены методом не то так вот еще да вот это уже другое больше похоже да вот холл джонс ноу так работает идем дальше пуст мы тогда нам возможно потребуется пост мы который надо будет поставить данным давайте скачать помнение пост мы здесь давайте скачаю так по по так так запустить скаченные пуст мы приложили Так, вот он. Так, 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 все, принимаю. Так, неважно, это все, чтобы скачать, сейчас, так, или они перешли в 2, раньше у них было приложение, точно помню. Ок. 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 Так, поставился, не поставился. Так, в общем, Postman позволяет нам отправлять getrequests на страницу. Причем там достаточно много всяких возможностей, в том числе там можно по-моему даже json файлы прикреплять к запросам. Создаем новый проект, новый запрос. Так. Клик в конце to skip new collection window. Так, тут у нас request. Заводим его my request. Так. Авкосы не доступны. Пам, пам, пам. Слышь невоступна. так тут нужно без нас удовольствует коллекцию как все легко так не может собрать реквиз нельзя как то уже не то так интересно 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 м так удалить нельзя и новый реквест создать не может создать реквест почему не может непонятно так это и 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 заходим в лямбду и здесь ссылочка в гейтвэе которые тут урал копируем пост на там признаться боди параметры в общем в юрл кидаем ссылочку так в сент а нажимаем сент чтобы увидеть собственный ответ ошибка так пробуем сами зайти работает пробуем снова сюда не может отправить рекорд используя браузер агент давайте десктоп и и в общем все со второго раза пост не как сегодня работает получили ответ так теперь делаем меня метод get на пост get на пост и в боди пишем строку в общем вот выбираем здесь raw выбираем такую строчку будем туда кидать нельзя реноксировать все регионы декоря дон почему дон ли так почему дон ли так это comment mode Так, почему я не могу редактировать? Что это даст на тхе побозе? Так, секундочку. А, вот. В общем, здесь надо было выбрать round и закинуть. Так, отправляем запрос. Закинули, закинули в рейтинг. Так, теперь снова меняем пост на get. Так, так, так. Да, надо было. А, вот. Все. То есть, вот это то, что мы писали, а теперь у нас это переменный name и выдается по запросу. Так, ну, собственно, вот так вот пример мы прошли. А дальше здесь вот несколько шагов будет по тому, как это все очищать. То есть, мы заходим в власти кэш, удаляем redis. А финальный backup делаем, что не надо нам финальный backup. А потом лезем в гейтвей, удаляем. И в лямбзе все тоже удаляем. Давайте тоже это сделаем. Так, вот сюда. Redis у меня здесь. Здесь. Выбираем его. О-о-о-о, А финальный backup не делаем. Дальше я лезем в gateway. вы как стоп гитлой окей сервисы и гитвы а о сублям диму Продолжение следует... Каким здесь приложение? А, все, я понял. Опять я забыл переключить локацию. Так, вот у меня одна лента функция. Надо ее снести. Так, ну на всякий случай, как бы у меня тоже такая вот ситуация в других локациях. Посмотрю, если у меня... Так, здесь нету. Так... Редис удалили. Так, ApegitWay. Давайте проверим. ApegitWay. ApegitWay. Полагаю, все чисто. Так, удаляю вот в новой Верджине. Так, ну, собственно, все. Labda, Gateway и Redis. Так, давайте еще в новой Верджине проверим. У меня было... У меня было V... Так, да, вот этот ее тоже удалю. Так, ага, вот этот вот. Открываем. Так, вот это. Так, вот это. Так, вот это. Можно пока вынезавшить следующее действие. Но только интерфейция. Так, так, может их надо отказать. Так, 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 так. так или дефолт и пищи так все кажется так все удалили всем спасибо за внимание